Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Малик. И мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями со своими родными, близкими, друзьями. И сегодня у нас последний урок из данного учебника по книге, да, последний урок. Итак, тема сегодняшнего урока, 32-я тема, называется АТТЭ УЛЬМАРБУТО. АТТЭ, буква Т, АЛЬМАРБУТО, то есть завязанное Т. Что имеется в виду под этим названием, что кроется? То есть имеется в виду одна из букв, которая пишется схожей с буквой Г, но при этом при слитном чтении читается как буква Т. То есть буква Г у нас пишется как такой флажок. И когда в окончании есть две точки, то есть это называется ТАМАРБУТО, то есть как будто завязанное Т. ТАМАРБУТО, то есть завязанное ТАМАРБУТО, если она соединяется, она вот так пишется, вот она. Если же перед ней буква, которая с ней не соединяется, то она пишется как буква Г, опять же, да, и две точки сверху. То есть как будто буква ТАМАРБУТО, который завязали краешки, да, и она превратилась в такую там работу, то есть завязанную ТАМАРБУТО. Особенность этой буквы, во-первых, что она пишется только в конце слова. Если вдруг к слову, а это в арабском языке, возможно, что-то присоединяется, то она превращается уже, будучи уже не последней буквой в слове, обычной буквой ТА. Да, то есть она превратится, например, уже там в середине такой буквы или соединительной линии, да, буквой ТА. При остановке, если мы на нее останавливаемся, она читается как буква Г, поэтому на письме она как бы имеет признаки, да, саму форму буквы Г, а точки от буквы ТА. Да, то есть ТАМАРБУТО, при остановке Г, при продолжении ТА. ДЖЯМИЛЯ, да, если я остановлюсь, но если продолжу, продолжение будет с БАММАЙ, или с ТАНВИНОМ БАММА, как здесь, ДЖЯМИЛЯ ТУН, ДЖЯМИЛЯ ТУН. ДЖЯМИЛЯ, это красивая переводится, ДЖЯМИЛЯ, это вкусная. Еще одна из особенностей этого харфа, да, это то, что это основной признак женского рода. То есть, если в конце слова мы видим такую букву, то, скорее всего, она, или это слово, вернее, оно является женским родом. Ну, не всегда как бы 100%, но, можно сказать, 99,9 так и есть. Здесь у вас представлено еще одно новое слово АЛЬФЕКИГЕ. АЛЬФЕКИГЕ – это фрукты. Посмотрим предложение. АЛЬХАДИГАТУ, ДЖЯМИЛЯ ТУН. АЛЬХАДИГАТУ, то есть конкретный парк, да, с артиклем мы видим. ДЖЯМИЛЯ ТУН, красивый парк в арабском языке женского рода, да, как признак женского рода как раз вы видите. АЛЬХАДИГАТУ, парк, ДЖЯМИЛЯ ТУН, красивый. АЛЬХАДИГАТУ, ЛАЗИЗАТУ. АЛЬХАДИГАТУ, то есть фрукты. ЛАЗИЗАТУ, вкусные. АЛЬХАДИГАТУ, ЛАЗИЗАТУ. Фрукты уже у нас словом было. Следующая часть БА. АЛЬМАСАХАТУ, ФИДДУРДЖИ. АЛЬМАСАХАТУ, ФИДДУРДЖИ. АЛЬМАСАХАТУ, это тряпочка для вытирания, может быть, да, то, чтобы вытирать. АЛЬМАСАХАТУ, ФИДДУРДЖИ. Это тряпочка в полке, да, в выдвижном шкафу. АСАБУРАТУ, ФИЛЬФАСЛИ. АСАБУРАТУ, ФИЛЬФАСЛИ. АСАБУРА, САБУРА, это доска. ФИЛЬФАСЛИ, в комнате. Доска в комнате. АЛЬМАСАТАТУ, ФИЛЬБЕЙТИ. АЛЬМАСАТАТУ, ФИЛЬБЕЙТИ. АЛЬМАСАТАТУ, здесь используется слово АЛЬМАСАТА, это новое слово, но у нас до этого не было. Это, ну, молодая девушка, да, АЛЬМАСАТАТУ, ФИЛЬБЕЙТИ. То есть у нас, получается, молодая девушка в доме. Следующая часть. КАРАТУ, ФАТИХАТАЛЬКИТАБИ. КАРАТУ, ФАТИХАТАЛЬКИТАБИ. Я прочитал. ФАТИХУ, ФАТИХАТУЛЬКИТАБ, ФАТИХАТАЛЬКИТАБ, здесь, это как СУРА АЛЬФАТИХА. АЛЬКИТАБ, здесь значение, прямое значение это книга, но ФАТИХАТАЛЬКИТАБ, это как СУРА, открывающая книги, то есть открывающая СУРА из Кур'ана, то есть СУРА АЛЬФАТИХА. ЗУРТУ МАКТАБАТАЛЬМААХАДИ. ЗУРТУ МАКТАБАТАЛЬМААХАДИ. Я посетил библиотеку института, да, то есть там посетил библиотеку института. Опять мы видим там арбута, да, вот в словах. ШАХАДТУ ХАДИКОТАЛЬХАЙАВАНИ. ШАХАДТУ ХАДИКОТАЛЬХАЙАВАНИ. ШАХАДА, то есть посмотреть, да, переплянуть, допустим. Я просмотрел или я посмотрел. ХАДИКО – это парк, а ХАЙАВАН – это животные. Парк животных, то есть зоопарк. Я просмотрел зоопарк. Следующая часть – ДАЛЬ. ФИЛЬХАКИБАТИ КАЛЯМУН. ФИЛЬХАКИБАТИ КАЛЯМУН. Если мы сделаем как бы паузу здесь, можно сказать ФИЛЬХАКИБА КАЛЯМУН. То есть если будем останавливаться на это слово, на Тамарбу, то будем читать ХАД. В сумке – ручка. ФИЛЬХУДЖЕРАТИ КАЛИБУН. ФИЛЬХУДЖЕРАТИ КАЛИБУН. В КОМНЕТЕ СТУДЦЕНТ. ФИЛЬМАКТАБАТИ СОХУФУН. ФИЛЬМАКТАБАТИ СОХУФУН. В БИБЛАТЕКИ СОХУФ ГАЗЕТЫ. ЧАСТЬ ХА. МУХАММАДУН. КАЛИБУН. МУДЖИТАХИДУН. МУДЖИТАХИД. МУХАММАДУН. КАЛИБУН. МУДЖИТАХИД. МУХАММАД – прилежный студент. У нас сифрой, мы у нас переводим наоборот. Если это женский род, ФАТИМАТУ, ТАЛИБАТУН МУДЖИТАХИДАТУН. ФАТИМАТУ, ТАЛИБАТУН МУДЖИТАХИДА. Следующее. То здесь, да, ФАТИМА, прилежная студентка. ИБРАХИМУ, МУМАРРИДУН, МАХИРУН. ИБРАХИМУ, МУМАРРИДУН, МАХИРУН. ИБРАХИМ – искусный медбрат. То есть, как бы профессиональный медбрат, можно сказать. ИБРАХИМУ, МУМАРРИДУН, МАХИР. ЛЕЙЛА, МУМАРРИДАТУН, МАХИРАТУН. ЛЕЙЛА, МУМАРРИДАТУН, МАХИРА. ЛЕЙЛА – профессиональная медсестра. Третья. АМИРУН, ОБИЕБУН, ЖЕТДИДОН. АМИРУН, ОБИЕБУН, ЖЕТДИДОН. АМИР – новый врач. Далее мы видим здесь, что так как там арбута является признаком женского рауда, то те слова, которые указывают на какие-то профессии, например, характеристики иногда, то есть прилагательные. Не все, но большинство могут путем только добавления там арбута меняться из мужского в женский род. То есть мы видим джадид, джадид, например, махир, махиро, муджитэгид, муджитэгидэ. И профессии тоже, какие-то виды деятельности, например, алибун, алибэ или алибэтун, муджитэгидун, муджитэгидэ. То есть палиб студент, муджитэгид, у нас получается, то есть прилежный. Мумэрлидун, мумэрлидатун, медбрат, медсестра. Махирун, махиротун, искусный, профессиональный. Махиротун, женского рода тут уже. Пабибун, врач, табибэтун, врач, женщина уже. Джадидун, джадидэтун. Тоже новое, только мужское, новое, новое. Следующая часть. Катабэт фаалтимэту. Катабэт, у нас, помним, глагол прошедшего времени, при споряжении с местоимением гия, она, у нас будет добавляться к нему та в конце. Катабэт, фаалтимэту, потому что здесь написала фаалтимэт. Сафарот рукаяту. Это все имена, да? Сафара, то есть уехала, рукая уехала. Караат сакинату. Сакина прочитала. Наджахат азизату. Азиза успешно сдала. Видим, что та присоединяется к глаголам, да? Или тут, если перед ней, допустим, как глагол, то пишется слит на та. Если такая буква, как ра или хамзавот с алиф, да, то она тогда пишется отдельно. Катабэт, сафарат, караат, наджахат. То есть буква та. Таким образом, альхамдуллах, мы с вами завершили изучение данного учебника. И, иншаллах, у вас будет возможность пройти тестирование, как письменное, так и устное. Условия тестирования вы сможете узнать, если вас это будет интересовать, у модератора, пройдя или подав заявку по ссылке, которую вы увидите под данным видео. Если вы хотите устно пройти заявку, вы можете это говорить с модератором или письменно. Ну, не про заявку, а пройти тестирование уже, пройдя все эти уроки. Можно также будет взять письменное тестирование по этим урокам, чтобы вы видели свой уровень, готовы ли вы приступать к следующему этапу. Вот. Условия, как я уже сказала, вы узнаете у модератора. Баракаллаху фейкум. Благодарю, что вы были со мною. Изучайте арабский язык и, иншалла, будете изучать в дальнейшем, в следующем курсе. Иншалла, когда пройдет какой-то небольшой период времени без ныря и будет уже больше моих подписчиков. Больше моих подписчиков, кто прошел уже этот курс начальный, да, мы начнем с вами следующий курс. Так как я вот посмотрю по просмотрам, как будет, чтобы больше пользы получали уже от следующего курса, да, то есть больше людей, что получило от пользы. Поэтому просматривайте, делитесь также со своими родными, близкими, да, чтобы следующий этап, следующий учебник данного курса мы взяли с вами опять вместе в ближайшее время. Баракаллаху фейкум. Ассаламу алейкум варахматуллахи варахматуллаху.